— Этот мятеж, или как это назвать, бунтом не назовешь. Захват заложников в тюрьме прекращен, убиты те, кто задержали заложников, взяли заложников. Что это такое и какой вывод сделает российский режим из этого происшествия? — Вы знаете, здесь на самом деле главная тема с самого начала была украинская. С самого начала. И с самого начала, когда прошли первые сообщения об этом, больше всего было звонков с Украины. И родственники, и адвокаты, и правозащитники. Потому что СИЗО-1 в Ростове — это приграничная территория, прифронтовая территория. И в СИЗО-1 содержится очень много украинских и военнопленных, и цивильных заручников, гражданских похищенных. И в основном все они обвиняются по этим же статьям. Терроризм, экстремизм. И, конечно, при первых сообщениях было очень тревожно, что это может быть провокация в отношении, конечно, украинцев. Но когда стало понятно, что это ИГИЛ, совершенно ясно, что никак не связаны эти ИГИЛовцы родом из Ингушетии в основном. Никак они не связаны, не могут быть привязаны к Украине. Но, тем не менее, я уверена, что, конечно, будут связывать, привязывать. И здесь еще очень важно, что сегодня утром начался крупнейший мусульманский праздник Курбан-Байрам. Я думаю, здесь в этом загадок еще очень много. Что делал в воскресенье утром, скорее всего, ранним утром в СИЗО, очень большой в СИНовский начальник. Они ведь захватили не просто начальника по безопасности и оперативной работе, а это начальник всего ростовского областного ГУФСИН по безопасности и оперативной работе. То есть вообще какой-то главный человек в области, в пенитенциарном крае. И большой вопрос, что он там делал. Большой вопрос, почему шестеро были убиты. Причем довольно странно, что трое были в сознании, но скончались как-то все хоро до приезда скорой помощи. И спросить, в общем, не у кого. Хотя по очень многим сообщениям, скорее всего, этот побег случился ночью. Ночью были выбиты окна, и преступники спустились в тюремный двор, а потом уже захватили дежурную часть. И опять же вопрос. В СИЗО утверждает, что они все садежались в разных камерах. Простите, а все остальные сокамерки в этот момент, что делали? Где была охрана, где были продольные? То есть очень похоже, что это была такая действительно спланированная, очень хорошо подготовленная акция, в которой, конечно, принимали участие и сотрудники. Сотрудники в СИН, потому что без их участия не могли попасть мобильные телефоны. Конечно, осуществлялась связь и межкамерная, естественно, ночная. Ну, когда по ниткам, по веревкам ходят разные послания, предметы в тюрьме, ну и, безусловно, то, что у них оказались ножи и многочисленные совершенно предметы, я бы сказала бы, религиозного, агитационного плана. Мы видели все черные платки с надписью «Арабской вязью», и все это явно совершенно было в камере. При этом мы знаем про ростовское СИЗО, еще помимо того, что там содержатся, в основном там содержатся украинцы, потому что в ростовских судах слушаются их дела. Мы знаем, что это СИЗО переполнено. При лимите в 300 человек, в 800 человек там сидит на 300 больше. И в этом СИЗО еще также есть несовершеннолетние, и есть женщины, и все это содержится как-то в перемешку, все вместе. Чудовищный дефицит кадровых сотрудников, те, что есть, они занимаются избиениями украинцев в основном. Не выводятся люди на прогулку, раз в месяц люди выводятся в душ. В нескольких камерах у нас есть вид того, что просто по стенам течет канализация, жуткая совершенно переполненность. И это при жаре, который установился в Ростовской области сейчас, там условия содержания невыносимые. И, собственно, то, что это произошло, вообще беспрецедентное событие, безусловно, это прямое следствие того, что вообще происходит в системе ФСИН. Полная бесконтрольность, полная безнаказанность, полное наплевательское отношение к собственным обязанностям. И, конечно, это вследствие того, что происходит вообще в спецслужбах. Пока спецслужбы ловят террористов среди украинцев и среди режиссеров и драматургов российских, настоящие делов сочувствуют себя примерно вот так.